История даст оценку, кто первый начал стрелять на Майдане. Я думаю, что начали стрелять с другой стороны. За какой? С Майданницей? С Украины и гостиницы Казацкой. Если бы я там не был, если бы у меня Катеринчука и Лопушанского не упал охранник, я сразу по пули и по блику, я имею снайперскую подготовку, не увидел откуда стреляют, а если кому-то надо, на стеле еще есть трассеры. А еще первыми, двухсотые и трехсотые, были у беркутовцев. А еще до этого у Кучмы Яценюк, мэр, Кличко, Тегнебок, обо всем договорились. И была гарантия послов. А еще после того, как Порубий повел на парламент, Порубий повел на парламент, после этого, на Майдане было две тысячи человек, но власть не пошла в наступление, были договоренности. Напередодня 20-го. Ранку 20-го, перед тем, как начались пострелы, было двухсоте уже там. Тобто 20-го лютого. Да. А козак Гаврилюк, вы знаете его историю? Можете рассказать. Он заступом бил этих, как они, ОМОНовцев или кого там, кто стоял, по сапогам. Его затянули. Он как-то надавил и раздавил бутылку коктейля Молотова. Его разделили, он гореть вроде начали. Его разделили. Я хочу, чтобы страна получила ответы. За Крым, за Майдан, за Иловайск, за Дебальцево. Пока мы не дадим себе этих ответов, можете любые лозунги говорить. Я понимаю, что эта война прикрывает очень большую коррупцию и неправду. И она более выгодна нашей верхушке. Я понимаю, что нам, если мы умные и патриоты, нужен мир. Только власть понимает, что ровно через месяц-два, если прекратится война, а сейчас нам хотят под видом чрезвычайного положения отменить выборы. Единственный ответ демократии. Это через выборы, какую власть они хотят им. И нас кормят. Кормят ценой вот этих героев, о которых вы говорите. Мне то, чтобы... Мое человеческое достоинство и патриотизм, это 5-7 тысяч долларов ВВП на человека, а не вот тот пенсия в 50. Поняли? Я верю цифрам. Порошенко принял страну. 12% за чертой бедности. Сейчас 60. И не списывайте на войну. Продолжение следует...